Восемьдесят пять сил Северного Казахстана подвержены паводку о том, как регион готовится к весне, о кем области доложил в правительстве. Дети четырех из семи лет отравились угарным газом в Петропавловске. Сейчас они госпитализированы. В Петропавловске простились ветеранам войны, известным краеведом Сергеем Пресняковым. Он ушел из жизни на 101 году. 24 января кемсероказахстанская область Айдарбек Сапаров выступил на заседании правительства. Глава региона доложила Алихану Смейлову о том, как проходит подготовка к паводковому периоду. В области продолжается реализация трехлетней дорожной карты по устранению паводковых угроз. В настоящее время исполнены четыре мероприятия из девяти. В работе находится пять. Айдарбек Сапаров отметил, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для капитального ремонта аварийного моста через реку Есиль. Для этого областной филиал компании «Казавтожол» направил бюджетную заявку в Министерство индустрии и инфраструктурного развития. При выделении средств проектирование начнется в 2023 году, подчеркнул глава региона. Айдарбек Сапаров добавил, что в 2022 году в селе Бесколь была проведена работа по устройству орычной системы и строительству ливневых стоков протяженностью 4,5 километра. Кроме того, в Бесколе установили 27 водопропускных труб. В текущем году аналогичные работы будут продолжены. Рассказал Айдарбек Сапаров о строительстве защитной дамбы в селах Тепличное и Прибрежное. Проект разработан. В феврале он отправится на экспертизу. Глава региона отметил, что продолжается ремонт дамбы по улице Ущева в областном центре и реконструкция объездного участка автомобильной дороги республиканского значения рядом с Петропавловском. Под контроль взяты 85 населенных пунктов, подверженных паводку, в том числе 8 сел, которые находятся в зоне возможного подтопления. В областном бюджете предусмотрены резервные средства в размере 1 миллиарда тенге. Продолжается вывоз снега из населенных пунктов. Вопрос прохождения паводка находится на постоянном контроле. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что по данным синоптиков количество осадков в области находится в пределах многолетних показателей. Дарья Башмынцева, МТРК. 23 миллиона гектаров засеют в Казахстане в текущем году. Расширение коснется зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, овощей, передает пресс-служба Минсельхозов. В животноводстве одной из ключевых задач станет обеспечение животных кормами. В 2023 году по республике планируется ввести 7 мясоперерабатывающих предприятий мощностью 50 тысяч тонн в год. Запланирована модернизация пяти молочных заводов. Еще пять проектов заработают в сфере переработки растеневоческой продукции. Опыт Североказахстанской области по финансированию инвестпроектов ВПК через социально-предпринимательские корпорации будет тиражирован по всей стране, сообщил глава Минсельхоза. Предварительная сумма финансирования составит порядка 400 миллиардов тенге, которые будут направлены на реализацию инвестпроектов по производству мяса, птиц и молока, а также на реализацию проектов по орошению для производства овощей и инфраструктуры по их хранению. Это даст положительный эффект в стабилизации цен на продовольствие и позволит повысить доходы сельчан за счет создания новых рабочих мест. Работу СПК «Солтусток» раскритиковали на встречу областного совета ветеранов. Собравшиеся отметили слабую информационную работу корпорации. Многие североказахстанцы, включая людей пожилого возраста, не знают, где расположены точки стаб-фонда. Интересовали пенсионеров и суммы, которые выделяют на стабилизацию цен. В настоящее время областным бюджетом социально-предпринимательской корпорации выделено 3 миллиарда 600 тысяч тенге денег для приобретения продукции, социально значимых продуктов питания. На эти деньги были закуплены порядка 15 тысяч тонн продукции, которые хранятся на складах социально-принимательской корпорации и на складах наших партнеров. Что касается объемов, то на складах имеется трехмесячный запас социально значимых продуктов. Осенью, в период самых низких цен, мы закупаем овощную продукцию в основном. Это картофель, морковь и капуста. То есть овощная продукция закупается, хранится на специализированных складах с температурным хранением. И в течение года мы реализуем эту продукцию в магазинах города. Большинство продукции североказахстанского производства. Из привозного только рис, подсолнечное масло, сахар и соль. Стабфонд продает продукцию по низким ценам. Десяток яиц первой категории, к примеру, стоит 350 тенге. Сахар по 460 тенге за килограмм, рис по 290 тенге, гречка 330. Магазины и супермаркеты вправе сделать надбавку до 15%. В СПК говорят, что еженедельно проводят мониторинг цен. Кроме того, контролируют стоимость общественники и активисты. СПК приглашает и членов Совета ветеранов принимать участие в мониторингах. В 2020 году в Казахстане запустили проект по внедрению сопроводительной накладной на товары, предназначенные для импорта и экспорта со стран ЕС. Это позволило сократить ввоз товаров из зарубежных стран в 2019 году с 10,2 тысяч фактов до 259 в 2021. Что касается поступления НДС на импорт по республике, эта цифра в 2021 году увеличилась по сравнению с годом ранее на 35%. Эти цифры привел заместитель руководителя областного департамента государственных доходов Дамир Нургалиев. Дом просто поступлений к прошлому году составляет 118,6%. Или на 3,5 миллиарда мы увеличили. Учитывая положительные результаты проводимого пилотного проекта, с 10 февраля текущего года вводится обязательное оформление сопроводительных накладных на товары при импорте и экспорте зерна отдельных видов зерновых культур. В этих целях подписан приказ заместителя премьер-министра финансов Республики Казахстан. Приказ в себя включает 56 позиций. Это пшеница, горох, ячмень, семена льна, кудряшак, крупа, мука, грубого помола, злаки и многое другое. А вот обязательное оформление СНТ по другим товарам вступает в силу с 1 апреля этого года. Выписки сопроводительной накладной будут подлежать биотопливо, алкогольная продукция, нефтепродукты. К слову, за непредоставление документа и несоответствие сведений предусмотрена административная ответственность. В соответствии с статьей 283 прим. 1 кодекса административных правонарушений, непредставление, либо несвоевременное представление СНТ влечет штраф от 5 до 30 месячных расчетных показателей в зависимости от субъекта предпринимательства. Также хотел довести до сведения заинтересованных лиц, что департаментом была проведена работа с соответственными сотрудниками по вопросам контроля за необходимостью подтверждения СНТ на пунктах пропуска, недопустимым перемещения товаров во взаимной торговле со странами ЕС без оформления сопроводительно-транспортных накладных, привлечением к административной ответственности при отсутствии сопроводительных накладных. По вопросам налогоплательщики могут обрадиться в профильное управление департамента по номеру 46-36-25 или в контакт-центр по номеру 14-14. Алишер Ашумов, Азамат Баймукан, МТРК. Полицейские задержали двух браконьеров в Айртавском районе. Участковые заметили свежие следы лыж, которые вели в лес. При проверке стражи порядка обнаружили туши двух сибирских косуль. Браконьеры, увидев полицейских, скрылись в лесу, но одного из них участковый узнал. На следующий день подозреваемых задержали. Это жители Айртавского района 22 и 28 лет. У них изъято охотничьи ружья и патроны. Задержанным грозит штраф до 6 тысяч МРП, это почти 21 миллион тенге, либо лишение свободы на срок до 6 лет. В прошлом году больше 670 преступлений помогли раскрыть служебно-розыскные собаки, сообщают в полиции. Они незаменимые помощники в поиске взрывчатых веществ и наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий собаки 18 раз использовались для поиска незаконно хранящихся наркотических и психотропных веществ. Помогли раскрыть преступления. Среди них особо крупная партия марихуаны весом почти 50 килограммов. Отмечу, сейчас в североказахстанской полиции служат 52 собаки. Мужчина 1961 года рождения погиб во время пожара в частном жилом доме. Несчастный случай произошел 14 января в селе Надежки Козелжарского района. Предполагаемая причина пожара – курение в постели. Об этом журналистам на брифинге рассказал начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Козелжарского района Жанат Дунанов. По данному факту назначены судебные медицинские экспертизы и пожарно-технические экспертизы. По результатам данных экспертиз мы дополнительно сообщили о причинах гибели. С начала года наблюдается увеличение количества пожаров и гибели людей. Всего за этот отопительный период в районе произошло 20 возгораний. Основные причины – нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования. Уничтожение чужого имущества путем поджога и курения в постели отмечают Жанат Дунанов. Что касается оперативной обстановки по области, то с начала года честники зарегистрировали 37 пожаров. Огонь унес жизни шестерых североказахстанцев. Хотелось бы еще раз остановиться и довести до населения нашей области о соблюдении требований пожарной безопасности в отопительный период. Это необходимо следить за состоянием отопительной печи, проверять состояние дымохода, производить чистку дымохода. От отравления угарным газом у нас зачастую происходит чрезвычайная ситуация. Такой несчастный случай произошел 23 января в доме по адресу Смирнова, 54-1 в микрорайоне Подгора. Из-за преждевременного закрытия заслонки дымохода печи угарным газом надышались женщина 1993 года рождения и двое ее детей – 4 и 7 лет. Их незамедлительно госпитализировали в многопрофильную детскую больницу. Сейчас они находятся там на лечении. Врачи оценивают их состояние как среднее. Мама деток здорова и находится рядом с ними. 14 января в области объявлен месячник пожарной безопасности. ЧАЭСники проводят профилактические рейды и выявляют различные нарушения. В фокусе внимания – социально уязвимые группы населения. Для безопасности в их домах устанавливают специальные датчики. Алишара Шимов, Азамат Баймукан, МТРК. От кражи до перевоза наркотиков, 25 преступлений и 18 проступков выявили в линейном отделе полиции в прошлом году. По линии следствия дознания принято к производству 104 уголовных дела. Из них окончено 62. 23 дела направлены в суд. Остальные дела закрыты в связи с отсутствием состава преступления. В прошлом году в регионе зарегистрировали 10 фактов перевоза наркотиков. Из оборота изъяли 71 грамм синтетического вещества. Также выявили 16 фактов кражи. На станции Каракуга в районе Махжана-Жумабаева задержаны сокамерники, совершавшие кражу в течение 3-4 лет. Они занимались кражей грузов в грузовых поездах. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде. К административной ответственности привлечено 1604 человека. На них составлены протоколы. На 149 лиц наложен штраф в размере 1 млн 685 тысяч тенге. Экстренно тормозили поезда в прошлом году 11 раз из-за людей и животных, находящихся на путях. Но не всегда удавалось вовремя затормозить. Зафиксировано в том году три несчастных случая, в одном из которых погиб несовершеннолетний. Ребенок остался без присмотра родителей и попал под товарный поезд. Во втором случае погиб сотрудник пограничной службы, а также женщина, переходившая ЖД пути в неположенном месте. Диана Салихова, Казбек Рыдбаев, МТРК. Почти 550 женщин в области стоят на диспансерном учете с диагнозом рак шейки матки. Эта болезнь одна из самых распространенных в мире и является четвертой наиболее частой причиной смерти от рака среди женщин. В Северном Казахстане в прошлом году смертность составила 11 человек. В основном страдают этой патологией женщины от 35 до 53 лет. Однако с каждым годом врачи отмечают тенденцию омоложения болезни. Все чаще этот диагноз подтверждается у пациенток от 25 до 28 лет. В 2022 году встали на учет 77 женщин. Из них 70 с ранней стадии заболевания, 7 последней. Четыре человека это третья стадия и три человека это четвертая стадия. У нас на протяжении многих лет мы не имели вот этих запущенных стадий. Есть такие пациентки, которые не обращают должного внимания на состояние своего здоровья. И в ряде случаев это отсутствие медицинской страховки. Пациентка просто сидит дома. И вот большая часть из этих женщин, это женщины молодые. Понимаете, то есть они считают, что эта беда пройдет мимо, что лечить, допустим, эрозию шейки матки или какие-то фоновые, предраковые заболевания не надо. Эта патология, считают врачи, успешно диагностируются и лечатся на всех стадиях заболевания. Главное прийти на обследование. 28 января в онкологическом центре многопрофильной областной больницы пройдет день открытых дверей. Прийти может любая желающая женщина. Необходимые условия, ее личное желание, наличие удостоверения личности. Прием ведется совершенно бесплатно. Если есть какие-то документы, предыдущие выписки, амбулаторные карты или предшествующие какие-то обследования, это тоже приветствуется. С 9 часов утра будут вести прием два гинеколога-онколога высшей категории. Пожалуйста, приходите. Чтобы попасть на прием, записываться не нужно. Очередь живая. Каждый день открытых дверей, говорит онкогинеколог Ольга Краснопевцева, не обходится без того, чтобы не выявили какую-нибудь патологию. Такая практика дает свои плоды и успешно проводится несколько раз в год различными специалистами. Дополнительную информацию можно узнать по номеру 35 00 08 или 46 60 08. Диана Сальхова, Азамат Бэмукан, МТРК. Родная моя область составляет большую, значительно большую часть моей жизни. И ближе, роднее, дороже для меня ничего нет, кроме нашей северо-казахстанской земли. Я об этом помнил, об этом знал и это чувствовал и в молодости, когда сражался против фашизма за счастье и благополучие народа. Эти слова прозвучали из уст Сергея Михайловича в его 100-летний юбилей. Ветеран войны, известный краевед региона, оставил после себя много трудов и столько же ярких воспоминаний и учений, которые навсегда отложились в памяти молодого поколения. Его не стало. Сегодня в последний путь Сергея Преснякова провожают его родные и близкие, общественность области. Всю свою создание в жизни посвятил представительству Астанской области. То есть мы видим, что это страна. Мы прекрасно знаем его работы в области, в противней работе, воспитаем молодого человека. Участие, работа, техническая работа по увеличению края Астанской области. Мы смотрим, да. О том, каким Сергей Михайлович был коллегой, человеком, говорит его коллега Нелли Иванова. И люди верили и тянулись к этому человеку. Он был для нас близким человеком. Близкий человек – это не тот, до которого он отходился в ходе, а близкий человек – это тот, в котором тянется твоя душа, в котором тянется твое сердце. И мы действительно тянулись к нему. И он нам помогал, он нас поддерживал. Потому что встречи с Сергеем Михайловичем – это были праздники. И видел проблемы. Знал искать решения и мобилизовывал людей для того, чтобы эти проблемы решали. Он воспитал целого приятного, талантливого руководителя. Почетный гражданин области – государственный и общественный деятель. А дома – чуткий и любящий муж, отец, дедушка. Перед глазами его близких сегодня всплывают теплые семейные воспоминания. Он смеется, когда хочет нас, своих девчонок, дочерей, когда-то с нами как-то в этом, а мы ему прожили, будем зрелища. Он работает с каждым временем в очередной наступлении. Он не умеет в машине, в церкви, но ему нельзя отходить. Он входит в компанию близких друзей, в компанию родных романсов, о котором их в церкви налетали, и все задолжены слушают. Он читает лекции, и о том, что не забирает. Из жизни Сергей Пресняков ушел на 101 году. За несколько дней до его кончины покинула мир и его жена Алла Сагитовна, с которой многие годы они прошли рука об руку. Человек с большой буквы и его золотое наследие останется в памяти поколений на века. Анастасия Кузнецова, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Республиканская акция «Одна страна, одна книга» знакома всем. Это когда выбирается произведение определенного автора, и все казахстанцы читают его одновременно. В 2023 году приоритет отдан произведением Толена Абдикова. Наша главная цель – передать подрастающему поколению книги, особенно произведения Толена Абдикова. Он часто использовал казахские пословицы и поговорки. В основном Толен Абдиков писал много повестей и рассказов. В своих книгах он размышлял о жизни казахского села, о будущем казахского народа. Повесть Толена Абдикова «Гости». В произведении говорится об уважении к родителям, твердом следовании традициями и обычая. На ее основе учащиеся средней школы номер 6 имени Кожибергена Журав подготовили творческий номер. «Правая рука» – один из первых рассказов известного драматурга. Автор хотел показать, может ли в человеке сочетаться добро и зло. В этой истории рассказывается о трагической судьбе молодой девушки по имени Алма в возрасте 18 лет, которая находится в психиатрической больнице. «Правая рука» Алмы пытается покончить жизнь с самоубийством во время ночного сна. Писатель намеревался показать здесь противоречия между двумя мирами. То есть, одна рука стремится только к добру, а другая – к злу. В конце концов, врачи пришли к решению удалить руку, ведь лекарства от этого заболевания не было. В течение года в городской библиотеке планируют организовать различные мероприятия, посвященные произведениям Толена Абдикова. Будущие медики, агрономы, журналисты, юристы и не только. На первом этаже дворца школьников собрались учащиеся старших классов. Они знакомились с факультетами, работающими в Козубаве Юниверсити. Интересовались, какие документы им нужны, чтобы поступить в ВУЗ. Вы можете идти на филологию, иностранные филологии, английский, а потом пошли параллели – французский, немецкий, испанский, арабский, журналистский. Вы забираете какой-то облицей. Работники Козубаве Юниверсити отвечали на вопросы школьников. 16-летняя Ангелина Маложенко учится в 10-м классе. Учащуюся 42-й школы привлекают несколько специальностей. Наверное, в IT, либо в бухгалтер, но что-то в этой сфере. Также есть художественное направление. Пока между этим выбираю. Выбрать есть из чего. К тому же в прошлом году в Козубаве Юниверсити при поддержке университета Аризоны запустили программу двудипломного образования. Сейчас в ней участвуют 44 студента. Еще около 110 учатся по международной программе. Сегодня с ними побеседовали представители иностранной делегации, работающие в университете Аризоны. Цель нашего визита – глубже изучить систему образования в Казахстане. Для дальнейшего взаимодействия с университетом мы посетили несколько городских школ. Нам было интересно посмотреть, как там работают учителя. В Козубаве Юниверсити мы встречались не только с преподавателями, но и студентами программ двудипломного образования. Нам важно было получить обратную связь, чтобы усовершенствовать действующие программы. При сотрудничестве с университетом Аризоны в местном ВУЗе запустили две программы – биотехнология и IT. В планах добавить к ним программы, связанные с педагогическим направлением. Все детали находятся на стадии обсуждения. Дарья Пашмыцова, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Учащиеся Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска удостоились номинации Engineering Skills на конкурсе в Астане. Команда из восьми участников представила проект по обеспечиванию жителей региона теплом. На чемпионате, объединяющем талантливых школьников в области конструирования и программирования роботов. Нашим школьникам конкуренцию составили сильнейшие команды из Карагандинской, Улатавской, Акмулинской, Костанайской, Павлодарской области и столичные конструкторы. Помимо награды, каждый участник получил ценный опыт и яркие впечатления, а также приобрел новых друзей и единомышленников. Мы определили тему нашего проекта как дефицит электроэнергии в нашей области. Данная проблема очень актуальна в связи с последними событиями, такими как авария на ТЭЦ. Мы решили данную проблему строительством данного макета, который конвертирует электроэнергию, которая поступает из ветрогенераторов, в теплоэнергию благодаря песчаным батареям. И дальше песчаные батареи уже дают отопление людям. Гордо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!